Добрый день, с вами снова я, Денис Хаков, и сегодня у нас на ревью, как и обещал, Inmotion V10F. Проехал на нем, покатался немножко по такой неровной дороге, поехал по велосипедным дорогам, на фронт еще так сильно не выезжал, но по неровностям, по всяким, таким вот, в принципе, так покатался, поразгонялся, понормозил, то есть, как говорится, общая информация, то есть, сделал все, что нужно, для того, чтобы составить об этом колесе свое мнение, мне не надо кататься там 8 или 10 дней на нем, чтобы понять, как говорится, его сущность, то есть, по поведению, я вот буквально даже с первых километров я уже начинаю понимать, о чем здесь, как говорится, будет речь, так что вот, V10F от компании Inmotion. Коротко, характеристики, значит, оно, как они заявляют, максимальная скорость его 40 километров в час, пробег они декларируют 50-80 километров, то есть, они уже так, Inmotion, более пишут, более, то есть, так, скажем так, делают рамки, чтобы люди понимали, что многое, что зависит и от веса, и от стиля езды, поэтому, чтобы люди, как говорится, потом не писали, почему я не могу проехать 80 километров, когда у меня вес 110 килограмм, и я все время валю в гору на нем. Вот, значит, вес у него 20,6 килограмма, почти 21 килограмм, колесо само по себе 16-дюймовое, и у него немножко шире покрышка, то есть, как бы покрышку они поставили, я сейчас точно не помню, наверное, можно прочитать, так, секундочку, 3,05, 64 на 3,05, 2,5, 16 на 2,5, 2,5 дюйма у него покрышка, покрышка, в принципе, такая, по протектору широкая, достаточно агрессивная, именно для катания таких по оффродам, как они его декларируют. В общем, впечатление по порядку, да? Начнем, наверное, с того, что, именно, как на нем стоять, то есть, вот это, именно, удобство в его ножках, в его вот этих вот, не ножках, извиняюсь, в его лапках, а именно то, что все-таки лапки достаточно большие, они больше, чем на Кингсунге, и, в принципе, они удобные, то есть, если вот вам видно, здесь такое место сегодня, необычное, в центре города, заброшенное здание, ну, неважно. В общем, лапки большие, они, в принципе, действительно удобные, то есть, на них стоять, опять же, если сравнивать с Кингсунгом, потому что, почему все время сравнивать с Кингсунгом, потому что, что на 14, что на 16, что на 18 л, лапки у них везде одинаковые, они действительно очень маленькие, то есть, они неудобные, то вот здесь, допустим, эти педали, точнее, их называю лапками, почему педали, здесь педали удобнее, то есть, прям так можно поставить всю ногу комфортно, опять же, похоже что-то на, как на Z10, только на Z10 они еще немножко шире, то есть, здесь они поуже чуть-чуть, но они все равно удобны, можно чуть-чуть ногу так поставить, так поставить, то есть, вы можете удобно на нем стоять, и вам не надо, допустим, как на Кингсунге получается, что у вас нога свисает, пол ноги у вас висит воздух, если, допустим, вы все время куда-то наваливаете в гору, то пол ноги у вас свисает воздух, здесь этого не надо делать, все очень удобно, складываются, раскладываются они красиво, вот, здесь такая, если на Кингсунге там у них такая наждачная бумага, то здесь, в принципе, такая резинка, то есть, я вот не знаю, ну, в принципе, так скользит она может чуть-чуть больше, эта резинка, но, в принципе, когда в Кингсунге наждачка забивается песком, она тоже скользить начинает, поэтому периодически надо попромывать педали кинг сонга чтобы они были такие более липкие но когда педали чистые у кинг сонга то они более то есть более более лучших лучше но но держит ногу в принципе тоже в принципе тоже удобно дальше колесо она сама по себе больше то есть и она по весу уже и по своим размерам она в принципе уже очень похожа на именно на 18 л 18 л 18 колесо но там чуть-чуть совсем тяжелее буквально на пару килограмм вам и 22 килограмма то здесь получается на полтора грамм килограмма но легче мощность мотора здесь в номинале 2000 ватт в пике 3000 ваты батарейка на 950 миллиампер часов стоит вот если его сравнивать если вы сравнивать именно с моим 16 сом то она едет намного лучше и в принципе есть такая вот интересная история коротко да это должно было быть в принципе мое первое моно колесо я именно вот эта модель как дно рассматривал как для своей покупки то есть для первого но так уже вышло что мне предложили 16 с за очень хорошие деньги поэтому я решил пожлобничать и в общем и купил 16 с но как я понимаю что наверное все таки мне надо было не жлобничать и покупать вот такое вот что мне понравилось сразу сходу я на него встал то есть как я говорил посадка очень удобная ноги ставишь на нем удобно прилегает здесь тоже все очень удобно сразу встал поехал и вот первое первое вот отличие да для тех же king song это то что он едет тоже совершенно бесшумно просто вот на нем просто катишься опять же шум появляется только минимальный тогда когда уже начинает колесо под нагрузкой валить в город тогда появляется шум мотора так в принципе ничего не слышно просто качество себе тишина и спокойствие отличие от моего 16 с колеса да то что все таки она чувствуется тяжелее также она и едет тяжелее то есть она прям так чувствуется что вот на нем прям на этой покрышке более широкой да что на ней прям так вот она как бы стоит ровно хорошо но если вам надо куда-то заехать повороту допустим я спробовал круги наворачивать то мне 16 с намного удобнее то есть она намного легче и намного радиус разворота у него намного меньше даже вот если взять даже с тем же злом за 10 это тоже задействовала врачи со практически на месте моё 16 с тоже разворачивается практически на месяц это не разворачивается опять же то есть вы начинаешь наклонять и понимаешь что сказать что сейчас по крышке как будто будет сокровенцы потому что пышка 270 такая игрока суд как я и говорил она очень высокая то есть самого мяса вот так вот высота очень много то яchuckles но его профиль покрышки не она достаточно такая вот агрессивная с боков то есть она такая острая и у него вот этот вот ее сам радиус он тоже очень небольшой для покрышки то есть он лимитированные поэтому когда начинаешь закладывать его боб ты ты прям чувствуется как покрышки начинает уже на этом своем окончании уже начинает играть я это такое не очень приятно ощущения, поэтому на нем сильно закладывать на большой скорости я бы не советовал, потому что это может закончиться не очень хорошо. Ну так, в принципе, для маневренности как бы хватает, но говорю опять же, зло, и 16S намного маневреннее. Легкость. 2000 ватт мотор, действительно мощность здесь ощущается. Прям ощущается, прям вообще. Это на меня, вот если 16S, оно так как пи-и, прям, знаешь, чуть-чуть чувствует, как оно тебя везет, в принципе, нормально, но оно так чуть-чуть напрягается, это прям ощутимо по самому колесу. То это вообще колесо не напрягается, то есть я буквально вот с места начинаю ехать, то есть, ну, любая акселерация, я прям чувствую, как оно меня везет, как будто бы я пушинка, понимаете. То есть 2000 ватт номинал в пике 3000 ватт дает свое, и оно прям, то есть, тебя так подхватывает вообще. Легко-легко, еще и без звука, то есть вообще так тебя выкатывает просто так раз, раз и покатило. Отличие, да, заметно, то есть мощность здесь намного больше, чем вот, ну, то есть она не намного, она почти в два раза больше, чем 16S, и это ощутимо, конечно, потому что действительно я это почувствовал. Ну, оно вот с тебя слетит, чем ты его заложишь, то есть, опять же, на этой покрышке, то есть, опять же, высота педали, вот здесь вот конкретно такая прям, как я бы хотел иметь. По переносу, да, вот такая у них ручка присутствует, в принципе, удобно, это тоже вот под свой рост, вот у меня чуть локоть согнут, если вот вы видите, да, локоть согнут, то есть это означает то, что мне удобно его будет вести, то есть у меня рука не висит вот так вот вниз, и у меня есть, то есть пространство для манипуляции именно этим моноколесом, то есть я, и она, вот то, что она такая вот маленькая, в принципе, она удобна, то есть колесом управлять вот так вот, то есть ну, в магазине или где-то, где мне надо stehen, это удобно сделано, то есть я считаю, что здесь хороший вариант. Единственное, только что я бы хотел сказать, что она, опять же, здесь она уже проехала, колесо проехало, и вот она крепкая, да, вот этот механизм такой вот, он прям болтается. Я прям хотел бы, чтобы все-таки это было сделано более качественно, и чтобы это прям так ходило, знаете, как, ну, открыл и оно вот летое, все вместе с тобой оно вот прям здесь болтается ну и так же я сначала, то есть это закрывал открывал двумя руками, но я как понимаю, что это наверное надо делать вот так, спускаешься по ручке вниз, нажимаешь кнопку и его закрываешь, и так же самое, нажимаешь кнопку здесь вот одной рукой здесь такой инстиксатор пластмассовый, но вот одной рукой наверное его и не выходит, надо нажать на кнопку и надо его поднять одной рукой в принципе, но спуститься и закрыть его можно одной рукой, то есть как бы закрыл, и все, обратно не выходит это двумя руками это уже при придирании такие ну скажем так я хотел бы оперировать именно с одной рукой то что была возможность именно все делать одной рукой вот взял закрыл взял откуда-то было быстрее ты когда подъезжаешь сразу одной рукой взялась поэтому так по ручке ручку удобно но болтучие не знаю что у них такое почему они не могут сделать нормальную ручку один раз оговориться вот у нас какой-то нормального дизайнера и нормально все это дело спроектировать я не знаю опять же есть есть она как есть сзади присутствует здесь зарядка спереди кнопка включения не показывает заряд батарейки тоже спереди сверху чтобы было понятно все все видно тоже это очень я считаю удобно что ты когда едешь на мог посмотреть и и собрали все как говорится тебе сразу понятна фокусе от ресурс батарейки есть у тебя нет в этом плане все хорошо фонари я сам лично не тестил вот как ребята ездили то есть со мной в компании ночи то я видел они светят хуже чем светит фонари именно модели л кингсонга и они светят хуже чем зло но они светят лучше чем 16 это точно вот это то есть как бы это опять же да то есть я так заметил теперь по самому конечно по самому колесу и именно по его скажем так качество его сборки да конечно оно такое очень красивое то есть такой черный цвет здесь как бы такой тоже как бы сделал как будто бы дермантин очень приятный на ощупь мягкая подушка очень мягкая подушка не само колесо конечно но очень красиво светится и играть отключена это 0 лучше когда ты едешь есть красиво все переливается и так вот как ты его смотришь да в принципе по качеству мне скажем так и но уже наверное вот наравне тоже за 10 на инботом да и он конечно по качеству вот так вот как ты его очищаешь на ощупь кроме конечно вот это вот ручки фуфлов то прямо качество лучше то есть но при обидно так все здесь так прямо отработана такой дизайн прям все так все загибается под масочки все красиво подходит но я видно что прямо здесь качество выше чем пиксон это заметно на мой на мой на мой взгляд вот и и конечно же дай мне также очень нравится что ли все таки стоит очень высокая покрышка чем хорошо высокая покрышка это она хорошо конечно же быть по бездорожью я она хорошо на то что на резких наезжание да на резких наезжаниях на объекты вы точно не пробьете ее до диска то есть ну ее пробить намного сложнее чем пробивается это после мои стандартное такое 16 лето вот и я посмотрю еще как 18 вы видели потому что допустим пробить тот же зло невозможно покрышку пробить это тоже очень тяжело Моя, так скажем, пробивается. У меня пару раз было, я от нас даже запереживал, когда я в 16-м залетел на такой острый, переломанный бордюр. Я слышал удар, как мне попало в диск. Но диск не поцарапался, покрышку я не пробил, потому что я даже остановился, прислушивался, спускает или не спускает колесо. Здесь, в принципе, здесь это все хорошо сделано, но оно спускает очень не будет. Покрышка, как я говорил, шире, но вот она такая, закладывать ее, наверное, будет тяжело. По маневренности говорю, по маневренности он уступает 16-м С, но, тем не менее, на нем ехать, на нем комфорт. И идет он очень приятно, тихо, спокойно. В принципе, я вот так вот езжу на нем, я, в принципе, доволен тем, что, тем, что, тем, что, как он это делает. Почему я до сих пор не купил вот именно эту модель, потому что мне не хватает скорости, как я говорил еще в 16-м С. Меня все в нем устраивает, кроме именно его максимальной скорости. Так вот, здесь именно, в Inmotion, скорость отличается от моего при такой мощности и размером колеса, скорость отличается всего лишь навсего на 5 км в час. То есть у меня 35 км в час, здесь заявлено скорость 40 км в час. То, что она до 35 км в час разгоняется очень быстро, и причем я хотел бы отметить, что она разгоняется быстрее, чем зло, и быстрее, чем 16С. То есть она выдает мощность со старта, она стреляет прям как пуля, только держись. То есть выдает прямо... Это, конечно, чревато тем, что все-таки у вас, наверное, будет быстрее разъезжаться батарейка, потому что такую пиковую мощность выдавать так быстро, то есть, ну... Будет влиять на ресурс, но вы тут уже сами сможете решать, то есть вам ездить аккуратно, или вам ездить быстро разгоняться, то есть, или ездить аккуратно, экономить батарейку. Здесь уже вы сами решаете, я считаю это правильным, что вы можете сами вправе распоряжаться, как вам эту мощность свою и энергию тратить. Это плюс Inmotion. Так вот, не договорил я именно про скорость его, да, про максимальную. То, что до 35 км в час он выстреливает как пуля, но когда он подходит 35 км в час, да, он поднимает на 2 градуса педали, вот так вот тебе делает такое впечатление, как будто бы, знаете, когда уже достигается максимальной скорости, и он начинает тебя тормозить. Он тебе на 2 градуса поднимает педали, и чтобы тебе догнать его до 40 км в час, тебе надо на него надавить еще сильнее, да, чтобы достичь той скорости. До этого, до 40 км он доходит очень медленно, и он всем своим нутром, он тебе сопротивляется, то есть, реально, я вот сколько раз пробовал, мне это некомфортно. То есть, за 35 км он разгоняется как пуля, потом он тебе раз, так, знаете, на 35 км сейчас летишь, да, это все-таки скорость немаленькая, там, смотри, за этим ямами, и он только тебе раз, и подъем такой делает, такой вообще как будто он хочет тебя остановить. И ты должен еще его додавить вперед. То есть, такая вот борьба над такой предельно высокой скоростью, да, она, как бы, ну, я считаю, это какая-то лажа. То есть, я не знаю, чему они так сделали, или у них что-то с гироскопом, сенсор, может, у них какой-то там, я не знаю, все 8-битный, я не знаю, это шутка, конечно, но я не представляю. Может, у них гиросенсор не справляется с такой нагрузкой или что, но говорят, что вот это вот реально 40 заявленных, но их надо прям домучить, и они совершенно некомфортные. 35, да, все нормально. Так вот, и возвращаясь обратно к тому, что, получается, при всем его, при всех его плюсах, опять же, у него это такая вот, его 35 км в час крейсерская скорость, и с таким домучиванием до 40 км в час. Поэтому, как бы, вот поэтому я его и не рассматриваю как вариант купить его себе, потому что, говорю, что я хотел бы, чтобы у меня скорость была хотя бы 40, но спокойных таких вот круизных 40 км в час. Лучше 45, вот 40-45 идеально. То есть, он может ехать 45 км в час, но чтобы до 40 он разгонялся, то есть, вот так вот просто раз, и как пушинка. То есть, в принципе, мне 40 бы хватало бы, да, 40 таких круизных. Здесь, говорю, здесь этого не получается. Вот, поэтому, как бы так, и да, и, конечно же, да, вот мы сколько катаясь на покатушках, все-таки, вроде бы здесь батарейка и больше, да, 950 мАч, по сравнению с моими 840 Ач, но все равно, как бы, они разряжаются фактически вместе. То есть, сколько вот мы не ездили, они разряжаются вместе. Наверное, опять же, сказывается вес и сказывается мощность мотора, то есть, разряжаются они, запаса хода их реально при таком моем весе, да, хватает, опять же, на тех же 40 км. Ну, 40 км на нем можно спокойно проехать. 40, да, если сильно не наваливать, то, в принципе, можно проехать и 50 км на нем. Вот, опять же, это, говорю, это все схоже с моим именно. Но, конечно же, возможности, да, вот именно, если сравнить, возможности у этого колеса больше. Ну, говорю, не тестил еще 18L, да, когда про тест 18L смогу рассказать уже обо всем ряде этих колес, то есть, как это все, ну, то есть, как они все в линейке для меня выглядят, то пока, вот, говорю, пока вот столько впечатлений. Оно, говорю, оно катится классно, но оно все равно, оно не дотягивает до, на мой взгляд, первичный сейчас, оно не дотягивает по возможностям до 18L, но оно лучше, чем 16L, за исключением, говорю, только что его вертлявость и его излишнего веса. Потому что колесо, как бы, оно хоть и очень большое, такое, с такой большой резиной, но оно все равно 16L. Вот, хотя, наверное, если взять, вот тоже надо посмотреть, честно, я сейчас так не подготовленный, я просто подумал, что надо его померить диск вместе с покрышкой, да, сколько получается его общий диаметр, да. То есть, я думаю, что здесь будет что-то среднее между 16 и 17, и, то есть, это будет, наверное, похоже больше на 17-е колесо с покрышкой, то есть, такой большой, чем вот именно 16-е, такое, как у меня, потому что оно реально больше моего 16-го, то есть, они считают диаметр диска, а покрышка, наверное, может быть, как и в джипе, знаете, вот такое огромное, колесо будет у тебя вот такое, хоть диск у тебя на 15, допустим, стоит. Поэтому, здесь, говорю, здесь бы надо было бы с линейкой смирить это все и посмотреть, как это на самом деле все это выглядит. Ну, я посмотрю на сайте потом, может, даже вам и напишу. Поэтому, вот, как бы так, да, еще вот, да, стал сказать, что здесь есть кнопка отключения, в принципе, удобно, нажал, колесо не крутится, поставил. То есть, именно кнопка сама по себе, как таковая, она, на мой взгляд, все-таки лучше, чем когда вот, как в этом, в Кингсонге, сделана именно эта ручка, эта дископическая, и там внизу какой-то там стоит на пружинке такая маленькая кнопочка, которая эту ручку постоянно туда-сюда, то есть, такая более вещь надежная, ты прям чувствуешь, что кнопку нажал, колесо отключилось, но подпустил, колесо включил, это более правильное решение, чем, говорю, вот, играться с этой ручкой Кингсонга, то поднялась, то не поднялась, там, непонятно, сколько это будет еще все служить, там, на всех этих пружинках, я видел, как это все разбирается, и как это все выглядит, это выглядит все точно не очень круто, то есть, ну, на мой взгляд, то есть, это не самое лучшее решение, там, у Кингсонга. Вот, основные моменты все рассказал, говорю, выглядит оно, конечно, действительно очень красиво, такое, то есть, ну, прямо видно, что вещь такая дорогая, я не знаю, но красиво выглядит, Кингсонг, даже в 18 стрелке не выглядит так круто, он выглядит дешевой, пластмассой такой, с дешевой ручкой, все это намного так по, поущербнее, да, в этом плане, вот, из всех моноколес на рынке, что я видел, вовоочию, да, именно компания Inmotion делает, на мой взгляд, самый красивый продукт, самый такой дизайнерский, очень, очень, очень аккуратный, и такой прям продуманный, то есть, ну, как говорится, обработка вся, вся вот эта вот визуальная, она очень хороша, и вот, ну, все остальное, вроде бы, как бы сказал, да, едет оно хорошо, вот, такой вот обзор, моноколеса Inmotion V10F, думайте, решайте, если вам хватает скорости 35 с усилием 40 км в час, то не стоит брать 18л и переплачивать там еще 300-400 евро сверху, сможете спокойно брать такой Inmotion, да, и у него болячек, таких из таких вот, ярко выраженных болячек, которые могут сказаться вам на, скажем, на езде, что там его отключат, вот, допустим, как у 18л, есть проблема с ручкой, да, что он начинает шейкаться и нагреваться, эту проблему временно KingSong удалил софтварно, да, через 10 секунд она отключается, когда начинает шейкаться в магазинах, там часто бывает, когда на довозке его вот так вот тянешь, оно шейкится и отключается, так вот, таких всяких каких-то, но я потом расскажу это уже поподробнее, именно когда буду обозревать именно 18л, так говорю, в этом никаких таких вот, ну, недоработок очень серьезных, ярко выраженных не наблюдалось, как бы, продукт, я говорю, продукт очень красивый и едет очень даже и неплохо, как бы, говорю, ехал бы чуть быстрее, я бы его точно взял, вот, 45 бы болел бы, педали не забрасывая, на промежутках, да, я бы его брал бы и даже бы, думаю, не парился, говорю, мне хватает этой батареи, хватает такого пробега вполне, но вот, видите, чего-то, как говорится, чего-то, да, не доделал, и вот получается такая линейка, вот, 16С, потом этот уже, он лучше, да, мощнее, лучше и так далее, да, и потом уже идет 18л, да, то есть, как бы, ну, и цена, конечно же, тык-тык-тык-тык, все такое лестненькое, то есть, их конкретно вот вместе взять и сравнить нельзя, да, они все-таки, на мой взгляд, они разные. Ну, говорю, детальнее расскажу уже, когда про Т еще окончательно на 18л. Я так почему говорю, потому что, в принципе, на 18л уже ехал, ездил, да, и, то есть, и не раз, и не два, я ездил, потому что я не обозревал его, но я по поведению, я знаю, что такое 18л, как он едет, поэтому я так уже позволяю себе это сказать немножко заранее, да, вот, как бы так, все, все, что хотел вам сказать, с вами был я, Денис Хагар, всем пока. В общем, ребята, проехал сейчас я, вот, как вы видели на видео, да, по набережной, в общем, пытался я его разгонять, я показывал вам на GPS свой этот тракер, сколько, то есть, сколько показывает он по GPS, так вот, педали начинают загибать назад, у него на 30 километрах в час по GPS, ну, может, 31 там, потому что GPS немножко всегда опаздывает, не так точно показывает, но сам факт остается фактом, что там 35 точно нету, а больше 36 он вообще не дает ехать, то есть, его максимальная скорость 36 километров в час, потом начинается уже сигнализация такая, би-би-би-би-би-би, когда он уже тебе сигнализирует, что уже больше он ехать не может, потому что, как я говорю, что я сначала не мог понять, я, то есть, разгоняюсь, смотрю, у меня скорость показывает 30, а он уже меня начинает поднимать на эти 2 градуса, я начинаю сильнее давить, он меня еще сильнее начинает поднимать, то есть, он уже при приближении скорости настоящей 35 километров в час, его начинает конкретно уже назад заваливать, так что 40, тут, как бы вы мне ни говорили, 40 километров в час в это, в Inmotion V10F нету, никак, и я говорю, что я не понимаю, потому что едет он классно, он разгоняется очень быстро, едет очень плавно и очень предсказуемо и очень маневренный, почему не сделать ему нормальную скорость, я не представляю, все уже делают, и King Song делает, и все, да там все подряд уже делают их, то есть, у всех уже давным-давно есть скорость уже за 40 километров в час, у этого нету даже 40, поэтому, вот как бы так, и это очень неприятно, когда он начинает тебя задергивать назад, то есть, ну, зачем это сделано, я не знаю, просто приближаешься к этой скорости, и он тебя красиво поднимает, все, нет, он сначала предупреждает тебя, потом еще поднимает, еще поднимает, в общем, некомфортно ездить на большой скорости, хотя, говорю, как сам аппарат, он едет очень классно, очень мягко, то есть, и мне, вот, допустим, говорю, что мне лично, как бы, нравится, как он едет, но, мне лично нравится, как он едет, но, говорю, что, вот, максимальная скорость, к сожалению, к сожалению, и вот я здесь проехал где-то порядка еще плюс 10 километров, и он у меня сожрал только одну палку на своем этом колесе, так что, вот, как бы так, вот, все, еще раз всем спасибо, такое вот ревью, едет хорошо, приятно, но не быстро, все, всем пока!